Добрый день, Александр Владимирович, меня зовут Марков Алексей Геннадьевич, руководитель Координационного центра помощи Новороссии. У вас есть одна минута? Да, есть. В ближайшее время правительство западных стран рассматривает проект постановления о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями, соответственно, все частные лица организации государства, оказывающие помощь республикам, попадают в санкции. Поэтому правительство РФ пытается сработать на опережение, им поставили задачу в ближайшее время собрать массив данных, фото, видео, признательные показания военнопленных Новороссии. На меня вышли люди из Следственного комитета Российской Федерации с просьбой установить контакты с руководством ДНР по трем вопросам. Первое. Получение информации о задержанных высокопоставленных военнопленных со стороны Украины с целью заведения разыскных и допросных мероприятий с возможным последующим открытым судебным процессом в России. Второе. Они очень сильно просят любую информацию возможную о гражданах Российской Федерации, которые воюют на стороне украинской ФНТ. Им отдан четкий приказ о начале активных оперативных мероприятий по этим гражданам. Первые аресты уже по Москве и по Питеру прошли. Задача полностью лишить поддержки в ту сторону, по крайней мере на территории РФ. И третье. Они готовы неофициально послать нескольких опытных сотрудников Следственного комитета на территории Новороссии с целью оказания помощи вновь формируемым органам следствия Новороссии и для проведения непосредственно допросов всех оперативных мероприятий на территории. Но при условии, конечно, что это не будет рядом где-то с линией фронта, идеально какой-нибудь... Если власти Новороссии могут предоставить небольшое помещение с небольшим подвальчиком для содержания временного особо интересных военнопленных, люди со Следственного комитета готовы предоставить любое содействие, там, какую-то материально-техническую помощь, помощь людьми для того, чтобы проведить фильтрацию пленных. И, возможно, в согласии руководства Новороссии отдельные эти пленные будут неожиданно всплывать на территорию РФ, где будут моментально арестовываться за незаконное пересечение границы и тут же пускаться в дело с материалами, которые будут собраны вот в этом центре. Да не вопрос. Ну, я просто уже с Кононовым переговорить. Ему эта идея тоже очень понравилась. С кем вы разговаривали? С кем? Да, все раз просто прослушал. С кем успели переговорить? С царем. С царем. Ну, смотрите, жду. Скажите, где, когда, встретим. Вариант вообще отличный. А два варианта, я думаю, на месте сразу же начнем работать. То есть лучше всего будет послать непосредственно человека к вам? Да. Хорошо, договорились. Я тогда обговорю с ними, кто поедет, в какое время, до границы и дальше, до Зугресса, мы его довезем. Ну, а дальше, ребята, я думаю, до Донецка уже сами его довезут. К тому на нуле его встретим. А, не проблема, еще лучше. До нуля мы довезем в Кочинет. Все, спасибо вам. До нуля. До нуля.